всем привет надеюсь меня видно слышно и мы сейчас начнем так меня зовут владимир олямкин я техлит пушкин студию работаю давным-давно с анрилом и делаю игрушки сколько себя помню и сегодня мы поговорим о том кто такие общение программисты какие они бывают каких видов какие сложности возникают как вообще учиться как выбрать ну некая будет такая обзорная беседа я очень надеюсь на активность чатике я буду периодически смотреть вопросы и постараюсь так чтобы мы построили как бы ну модель диалога чтобы в первую очередь по отвечать какие-то вопросы потому что я выбрал получается сколько 12 таких кратких тем по которым мы сейчас пройдемся и дальше будет диалог поэтому всем еще раз привет начинаем я буду использовать небольшие слайды презентации которые будут мне помогать вести нашу беседу так начнем с вот такого прекрасного слайда который говорит о том что в целом я все-таки рассказываю сейчас про геймдев то есть мы говорим про программистов в геймдеве программисты бывают разные надо честно сказать то есть атишная сфера она растет и условно быть такими техно жрецами которые объясняют желание человека вот этим вот машинкам можно в очень разных областях можно объяснять это в медицине можно объяснять это физики можно каких-то научных расчетах можно делать не знаю там приложение почты да на телефоне можно делать игрушки и все это требует абсолютно разных навыков и даже не только навыков разного майнсета разной устойчивости разных подходов разного софта да то есть на условно представьте вы пишете софт для запуска космических кораблей там другие критерии или вы пишете софт который позволяет сделать вот игрушку которая вот выйдет и скажет вау какой графонию это разные вещи то есть в первую очередь когда вот вы хотите стать программистом или что-то вы должны выбрать ну что вам ближе хотите ли вы делать игрушки да или хотите вы идти в кровавый интерпрайс кровавый интерпрайс это когда нравится просто программировать без разницы на самом деле что то есть вы пишете софт вам нравится разбираться с компьютером и такого как бы пиете то что вы делаете игры у вас нет если такого нету лучше идти в интерпрайс в среднем по больнице считается что в интерпрайсе больше платят меньше всякого головника с этим связанным, да, то есть там вот эти все переработки, кранчи, о которых говорят. В геймдеве, в нормальном геймдеве этого тоже нету, переработок и кранчи, то есть это такие разовые вещи, которые встречаются в интерпрайзе. Но в целом хотите более спокойной такой жизни, это интерпрайз. Вы делаете работу, вы делаете задачи, чаще всего эти задачи более понятны, очень мало интерпрайза работают на пике каких-то технологий, и заходить как программист в любом случае через интерпрайз проще и часто эффективнее. Но если у вас именно горит желание делать игры, welcome и пойдем дальше. Самый такой часто встречающийся вопрос, который мне задают и там товарищи мои, кто меняет сферу и в принципе в сообщество. С чего начать? Какой язык? То есть условно, вот я хочу быть программистом, какой мне язык взять? Следующий, ну, это всегда диалог, да, я начинаю спрашивать, а что ты хочешь? То есть что ты хочешь делать? Почему ты хочешь стать программистом? Да, то есть иногда есть такой как бы миф, что программисты, айтишники, они тут, не знаю, пришелся, за три месяца чему-то обучился, там, не знаю, так тык-тык-тык по клаве бить, и все, у тебя там великие зарплаты. Это миф. Везде надо работать, да, то есть везде надо разбираться в каких-то вещах, количество людей, которые пришли в ГИМД, в количество людей, которые, да, в принципе, пришли в айтишку, оно очень высокое, да, это горячий рынок, поэтому вы будете конкурировать. Для того, чтобы конкурировать, вы должны все-таки понимать, а что вы хотите, к чему вы предрасположены, потому что если вы будете просто так учить и разбираться вещи для какой-то абстрактной галочки и для каких-то абстрактных, там, высокой денег, высокой зарплаты в будущем, ничего продуктивного не получится. Вы будете просто сидеть, ощущение, как, не знаю, там, в институте или в школе нелюбимый предмет сдавать. Не знаю, я никогда не любил разбирать, например, нашу российскую литературу в том виде, в котором разбирают ее в наших школах. Ну, я не любил, да, я читал другие книжки с запойным, да, то есть, ну, вот то же самое здесь. Вот представьте, вы выберете язык, который абсолютно не про то, что вы хотите делать. Он там используется, чтобы сайты писать какие-то, да, а вы хотите писать движки. Всю жизнь хотели писать. Это разные вещи. Соответственно, первое, с чего начать, это выбрать, что вы хотите делать. И от этого уже идти. Например, если все-таки мы идем в геймдев и занимаемся разработкой игрушек, мы должны выбрать, какой движок мы будем использовать. Причем выбор этого движка будет точно так же очень простым. Есть Unreal, есть Unity, есть кастомные движки, есть Core Engine движок. Вы берете, запускаете, смотрите из них каждый. и первый выбор делается на самом деле сердцем, не разумом. Он делается как? Вам нравится интерфейс или не нравится? Вы будете его использовать или не будете? К сожалению, у меня есть некоторые шумы на фоне, но простите. Удаленка. Так. Соответственно, с какого языка начать? Да с такого, на котором вы можете писать под этот движок. Вы используете какой-нибудь гейммейкер, выберите то, что используется там. Вы выбрали Unity, вы пишете на Sharp, вы выбрали Unreal Engine, вы начинаете изучение C++. Ничего другого не придумали, не надо брать язык в вакууме. Если же вы хотите вообще обучиться программированию, просто посмотрите языки из разряда, какие курсы доступны, какой вам синтаксис больше понравился, и начните на нем пописать. То есть буквально несколько месяцев пройти какие-то курсы, посмотреть, как это происходит, ответить на большинство вопросов. Тот выбор, который делается на старте, какой язык, какой движок, это успеет 10 раз поменяться, прежде чем вы станете уверенным специалистом. Ну, может, не 10 раз, может, меньше, у кого-то, может, больше. Но называется, я на каких языках только не писал. У меня в ранних режиме там было, не знаю, больше десятка, наверное, из этого активно я сейчас использую всего один. Немножко про виды программистов в геймдеве. Допустим, мы выбрали геймдев, то есть мы вот так вот сужаем нашу воронку. Вот мы вначале решили стать программистом, решили, что Enterprise не для нас, мы решили геймдев. И что мы будем делать в геймдеве? Какие виды программистов вообще существуют? В геймдеве есть три типа майнсета, есть три типа программистов, которые являются основными. Это программирование движка, это программирование геймплея и программирование тулов. Это выделяет, условно, не только я, это выделяет не только у нас в России, то есть это, в принципе, такое мировое деление. Это разный майнсет, чем ты занимаешься. То есть движок, он пишет то, что важно в реальном времени с высокой производительностью. То есть те системы, которые лежат прямо вот в самой-самой-самой основе. Сейчас, буквально секундочку. Так, извиняюсь. Так, извиняюсь на эту паузу. Я снова здесь. Соответственно, то есть движок, это те люди, которые пишут куски кода, которые рассчитаны на самую высокую производительность. Как это все рендерится, как это оптимизируется. Эти люди разбираются, как работают процессоры, как работают видеокарты, как работает оперативная память, как это все связано. То есть это достаточно такое техническое копание. Надо знать язык, язык программирования. Допустим, вы пишете там на Unreal Engine, нам надо стать C++ гораздо больше, чем для того, чтобы писать геймплей. Именно с точки зрения технического, вот этого технической составляющей. Потому что любой, скажем так, оверхед, любые вещи, которые не являются дорогими в геймплее, или абсолютно неважными в тулзах, с точки зрения выполняемого кода, становятся дико важными, когда у вас игра работает каждый кадр. То есть представьте, вот Doom & Turtle, недавно вышедший, работает 144 кадра на ноутбуках. Я когда это увидел при той графике, которая там есть, я такой, вау, как это может быть. Это старались люди, которые понимали, как вот этот вот частный use case запустить на этом железе. Геймплей, с другой стороны, гораздо интереснее. Геймплей чаще всего это то, что как раз, это более широкое. То есть движок интересен для очень технических спецов, да. Геймплей интересен в целом. Программирование геймплея чаще всего и ассоциируется с геймдевом. Потому что ты пишешь, как эти персонажики ходят, ты пишешь, как у этих персонажиков работает искусственный интеллект, ты пишешь, как применяются какие-то обилки, как они бегут, как они там умирают, как раунды рестартят, как это все синхронизируется по сети. И вот это и есть, ну, геймплей такой вот в взгляде обычного обывателя. Соответственно, это самый широкий профит. Там чаще всего не требуется знать язык в таких вот микродеталях. То есть вы можете не знать там все азы, точнее как, все нюансы там нового стандарта, там прям оптимизация, оптимизация процесса, но тем не менее там начинают играть роль, как вы выстраиваете систему. Представьте в любой игре систему обилок. Не знаю, MMORPG, какую-нибудь доту. по сети. Представьте, что 10 обилок могут перемениться одновременно, одна из них откатится. Это все должно тикать, собираться какая-то статистика. Там не про языки, там именно про вот эти вот геймплейные структуры, про их построение. Это клево. Третий тип программистов и третий майнсет это тулзы. Тулзы на самом деле одна из таких вещей, с которых многие начинают, приходя из интерпрайза в геймдев. Потому что у вас есть опыт, допустим, в интерпрайзе большой, вы знаете, как писать софт для банков, не знаю, для обслуживания какого-то железа, но при этом не разбирайтесь в геймдеве. Тулзы здесь подходят, потому что в тулзах абсолютно не важно, по большому счету, производительность того, как вы пишете. Точнее, не как вы пишете, а того, что вы пишете. Ну, условно, вам не надо в реальном времени там 144 кадра на среднем ноутбуке выдавать картинку. Вам не надо на телефоне, там, в мобильной игре выдавать там 60 кадров на телефоне, там, пятилетней давности. Нет. Задача, чтобы на мощном компьютере разработчика выполнялись какие-то действия. Естественно, чем они быстрее будут, тем лучше, но это не является первым критерием. Первый критерий, это должно работать, это должно быть сделано, это должно быть сделано удобно для других разработчиков. И, опять же, это мейнсет. Вот, соответственно, три вот таких вот типа, это вопрос, что интересно вам и что вам ближе на старте. Рекомендую начинать с геймплея. Если вы хотите быть программистом в геймдеве, начните писать геймплей. Не надо уходить в движки, не надо уходить там в тулы без необходимости. Если вам хочется, пожалуйста. Если вы знаете, зачем, пожалуйста. Но писать, например, движок обычно требует чуть больше математики, чуть больше усечеств, чуть больше знаний и чуть более отложенного результата. То есть, вы начнете писать движок, идеально не получится с первого раза никогда, со второго тоже. Результат будет отложен. Когда вы начнете писать геймплей, вы попробуете На любом языке, неважно на каком, писать геймплей, на любом движке, вы сразу будете видеть результат. Вы написали, не знаю, алгоритм похода, там, юнит из точки А в точку Б. Вы взяли и увидели. Это не то, что вы, там, на месяц ушли на какие-нибудь туториалы по вулкану и потом... И потом еще написали, чтобы там просто треугольничек на экране показался. Нет. Окей. Идем дальше. Один вопрос такой. Кто такие, те самые, там, джуны, медлы, сеньоры? Кратко опять же об этом расскажу. Часто спрашивают, типа, вот, что мне надо знать, чтобы, там, джуном устроиться в компанию X? Или что мне надо знать, чтобы стать, там, медлом в компании X или сеньором? Ну, соответственно, можете продолжить эту цепочку. Дело в том, что у каждой компании, у каждой конторы, у каждой команды есть свои критерии того, кого им надо нанимать. И вот эти вот критерии джу, медл, сеньор, они имеют значение в разрезе, например, крупной западной компании. Давайте возьмем какой-нибудь, там, условный Google, там, или Epic Games, где есть эти градации, к ним привязаны деньги за год. И по этим градациям вы можете просто смотреть, на какую вы позицию подаетесь. К счастью, мы на российском рынке. Да, официально, на мировом сейчас с удаленкой то же самое. И вот это вот отделение, джу, медл, сеньор, оно не совсем про хардскиллы, которые можно четко описать, да, ну, то есть, что должен уметь джун. Джун должен быть адекватным, в первую очередь, да, во вторую, ну, базовая компьютерная грамотность. Ну, вы должны понимать, что такое там папочки, да, там, командная строка какая-то, какие-то такие вещи. То есть, то, что называется Basic Computer Science. То есть, не знаю, вы должны вообще понимать, что такое немножко программирование, пройти какие-то курсы. То есть, джун – это адекватный чувак, который под присмотром остальных участников разработки может решать какие-то задачи. Простенький. Все. Других критериев нету. Он может ошибаться, у него там не надо знать. То есть, все остальные начинают с частности. Ну, допустим, если я в свой проект нанимаю каких-то джунов, я буду смотреть, ребята вот это копали или нет. Ну, то есть, если они копали, они мне ближе. Если они это не копали, вот это направление, не знаю, там, не знаю, персонажи, допустим, в Unreal, да, то для меня это как бы, ну, будет сложнее, мне надо будет их сюда направить, там, копать или прочее. Но джун – это реально, когда вы растете очень быстро, вам нужны джуны, вам нужны люди, которые будут становиться медлами. Если они сами по себе попали в ту же струю, которую ваш проект, естественно, мы нанимаем. Мы нанимали джунов, другие команды нанимают. Поэтому тут важно пробовать самому что-то сделать. То есть, если вы хотите устроиться куда-то джуном, посмотрите, на каких технологиях работают эти компании, попробуйте на этих технологиях создать мини-примеры. Условно, парочка проектов на GitHub, сделанных не по видеоурокам, да, а сделанных вами самим, потому что, ну, мне пришла тут в голову великая идея сделать какую-то игру, мини-игру, я вот ее сделал, вот мой прототип. Вот это то, что требуется от джуна на приемке. Никаких других специфичных вещей в общем случае нет. В частности, конечно, есть, ну, то есть у всех свои загоны. Не ждут, вот в чатике пишут, два года коммерческого опыта. Не ждут. Это загоны каких-то частностей. У джуна может не быть коммерческого опыта. Это абсолютно нормально. То же самое, абсолютно нормально обращаться в одну и ту же студию после отказа. В зависимости от компании, это от полгода до года. Ну, то есть через полгода обратиться к этим же ребятам и показать, смотрите, что я сделал, это абсолютно нормально. То есть я знаю много историй ребят, кто заходил в индустрию и просто, ну, атаковал. Типа, что, не приняли? Ну, ладно, пойду подучусь. Через полгода присылает? Не приняли. Ладно, там раз, еще через полгода уже медлом пошел. Ну, вот, true story называется. Медлы. Кто такие медлы? Да, то есть вот джун. Ну, джун, ну, что-то начинает делать, да? То есть медл. Как стать медлом? Вот как вот переход от джуна к медлу? Все просто. Вы просто начинаете решать рабочие задачи. Вот у медла коммерческий опыт обязательный. То есть условно, медл – это основная рабочая лошадка любой разработки. Тут вот такое деление на три сущности, и оно очень условно, потому что градаций куда больше. То есть и вообще разработку можно представить как такую сферу навыков. Вот вы от серединки начали, а дальше такие вот деревья расходятся во все стороны. Нельзя сказать, что тут джун, мидл, сеньор и все, конец. Нет. Куча направлений в разработке. Опять же, геймдев – это очень широкая штука. Вы можете быть джуном в одном, сеньором в другом. Ну, в целом, вы как бы все равно станете все сеньором по причине того, что это не майндсет. Но если вы внезапно не решите там совсем кардинально себя поменять. Соответственно, мидл – это просто лошадка. Если вам дают задачу, вы эту задачу делаете, и эта задача работает, вы уже мидл. Ну, то есть, какой критерий еще может быть? Какие-то специфические знания? Опять же, это какая-то частность. Мидл – просто обычный среднестатистический разработчик. Он решает задачи. Вот у тебя задача в таск-текере, ты ее сделал. К этой задаче, может, нашлись какие-то комментарии, ты переделал. Задача сделана. Дальше. Все. Вот вы мидл. На этой точке зрения вы являетесь мидлом. Джун – это когда за вами все-таки приходится сильно много делать, объяснять, как это делать, и там, ну, решения неоптимальны. Здесь мы про мидла говорим. Решения в целом рабочие. Они могут быть не идеальные, но они рабочие. Мидл чаще всего не видит картину в целом какого-то проекта. Синьор – это тот чувак, который объясняет, как надо сделать. Ну, то есть, на самом деле, синьор – разработчик, он уже ищет оптимальные вещи и видит проект, над которым работает целиком. Ну, то есть, представьте, вы разработчик, который там сейчас пишет систему движения персонажа. Если вы не смотрите, как работают другие системы, да, какие у вас там бюджеты по производительности и так далее, ну, вы не синьор. Если вы все-таки синьор, можешь писать код, много кода и так далее, смотрите, как это работает в целом, как это написать код, который будет удобно использовать другим участникам команды, вот это и начинается быть синьором. То есть, поэтому все вот частные критерии, я очень рекомендую не вестись на них из разряда. Синьор должен знать такие-то технологии, там, работать с этим столько-то лет. Нет, особенно на нашем рынке, то есть, жизнь немножко более такая, как бы сложная штука, и рамки здесь не поставлены, особенно в геймдеве. Так, 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 я сразу посмотрю вопросы. Ну, да, кандидат вот там, где вот такие вакансии, типа, требуется там 5 лет опыта, когда технологии 2, ну, не то, мы сейчас коснемся, кстати, чуть слайдер подальше. Часто я участвую в разных чатиках там и вещах, говорю, что вообще нужно программисту. Программисту для того, чтобы стать программистом, нужна база. Ну, то есть, вы не сможете конвертироваться там в условного медла, если у вас нет базы. То есть, джуну, база, она же, ну, как бы будет полезна, но что это такое, да, вот база, база. Вот тоже космическая база, там много баз бывает. Для программиста в среднем, опять же, в таком вот разрезе, да, для геймдев программиста, даже для интерпрайз программиста база является базовая, как бы, basic computer science, да, то есть, это умение обращаться с компьютером. Надо быть с ним на ты, надо понимать, что такое софт, что такое программки, да, все вот эти вот вещи, то есть, там, папочки, как с этим обращаться, это basic computer science, это основа базы. Допустим, она есть. Дальше это логика и математика средней и старшей школы. Если мы говорим про базовые такие вот задачи, да, про основные, они не выходят за рамки школьной математики. Здесь не нужны какие-то там сверхобразования программиста, не нужны там математическое образование, нет. Для того, чтобы писать геймплейные задачи, для того, чтобы писать даже движковые задачи, многие, не нужно знать, там, высшую математику, там, на уровне выпускника, вуза, матфака, нет. Надо просто знать, там, синус и косинус, надо знать векторную математику базовую, опять же, да, чтоб найти расстояние между двумя точками или поворот этих точек. Ну, геймдеф, геймдеф – это все про турпирное пространство. Расстояние между объектами – это расстояние между векторами, да. поворот — это тоже, куда смотрит там вектор и так далее. Это, не знаю, изучается в школах то ли в 10-м, то ли в 11-м классе. В 10-м, по-моему, или даже раньше вектора проходят. В 11-м классе уже различные производные и анализы МОЦТАТа. Это уже совсем просто, это топчик, это вы уже можете писать просто физику движения свою. Ну, то есть там, если вы знаете, что такое производный интеграл, все, топ. Физика уже будет писаться. А квадронионы, кстати, в школах, конечно, может и не учат, но особо и незачем. Это одна из тех вещей, которую, если надо, вы один раз разбираетесь, пишете и забываете об этом на всю оставшуюся жизнь. Потому что, во-первых, в вишках чаще всего это написано, и только если вы будете писать свой движок, вы один раз это напишете и потом об этом забудете на всю оставшуюся жизнь. И только маленький, абсолютно минимальный процент людей, кто будет с этим работать. Ну, допустим, писать какой-нибудь софт для анимации, там, конвертеры, еще что-то. Ну, тогда можно будет и изучить. Никакой магии в квадронионах нет, как и никакой магии, там, в первом курсе алгебры линейной тоже нет, если потребуется. Чаще всего это не нужно. В рамках УЕ4 есть сеньоры без знаний C++ вообще? Нет, ребят, это не сеньоры, это не разработчики, это не программисты, это не сеньоры. Можно, я об этом говорил на нескольких своих лекциях, можно называться как угодно, можно называться СТО, можно называться там... Блин, называйте меня табуреточкой, да, окей, вот должность табуреточка, без разницы, это не сделает вас сеньором с точки зрения разработки. Это будет просто галочка. У нас, к сожалению, большой наплыв, там есть СТО, в смысле, тех лидов и так далее на рынке, по причине того, что, ну, просто разбираешься в каком-то, вот в этой частности с движком поработал. Ну, нет, перегреты. Это очень такой хороший, опасный вопрос, да, нужна ли вышка. Об этом тоже часто говорят. То есть высшее образование – штука весьма спорная, особенно как бы в нашей стране. Часто в вакансиях можно увидеть это как требование, да, то есть нужно там профильное образование там или что-то, опять же, смотря в каких вакансиях. Играет ли роль высшее образование, как бы, если вы хотите стать программистом, если вы хотите стать технарем, нужно ли вам высшее образование? Ответ такой – и да, и нет. На текущий момент на нашем рынке именно высшего образования, оно технарю нужно для двух вещей. Первая вещь – это если вы хотите идти программистом именно в очень специфические области, ну, допустим, вы хотите писать какие-нибудь алгоритмы там, гугла, которые связаны с тем, вот как вот этот DeepMind работает, и писать это не как пользователь DeepMind, а как разработчика DeepMind. Допустим, есть Титмо, который дает очень сильную математическую, алгоритмическую базу, да, то есть если вы пишете алгоритмы, если вы пытаетесь это оптимизировать, придумать, это очень узкий кейс, вам нужна математика. Это никуда, без этого никуда. Я так скажу, в геймдеве этого нет. То есть в геймдеве это про таких вот, ну, прошаренных совсем чуваков вот в математике. Там даже программировать иногда не так важно, как иметь математическую базу и просто значит, как код написать. Допустим, если вы пишете какие-то алгоритмы по оптимизации добычи газа из недр нашей прекрасной Земли, вам не нужно быть там сверхпрограммистом, а вот математиком хорошим и физиком быть нужно. И вот это вот другой стык. Это первое – применение вышки. Второе применение вышки, оно внезапно не техническое, оно внезапно о том, что ты пошел и научился учиться. Либо обходить, либо решать задачи. То есть это не та вышка, которую вы совсем ни черта не делаете, да, и через пять лет просто диплом получили, но можно было купить, да. Все-таки если какой-то институт, который заставляет вас преодолевать вот эти вот задачи, чему-то обучиться, что-то сдать. Это такое, как бы просто на пять лет отложенный вот этап формирования, как учиться. К сожалению, школа вообще не учит учиться сейчас. Некоторые вузы хотя бы ставят вас в условия, когда вы можете начать учиться. Ну и дает дополнительные пять лет, когда там, если у вас нет нужды условно идти работать со всем, да, то есть некий такой бонус. У кого-то содержит родители, да, там кто-то как-то. Но это более комфортное такое условие, чтобы подумать, чем заниматься. Да, такое время сейчас отложилось абсолютно, и мне это не совсем понятно, но приходится делать скидку, что там 20 чем-то лет после института, а кем я хочу сейчас быть, вопрос стоит. Для меня это выглядит немножко дико и страшно, но оно выглядит именно так. Поэтому в этом плане вышка, конечно, нужна. Чему, для чего не нужна вышка, чтобы стать программистом? Вышка не нужна, чтобы вам дали рабочие навыки. Вышка не нужна ни для чего. Это дается просто образование в целом, да, то есть условно там, ну, наличие высшего образования в идеале даже, наверное, гуманитарного больше подходит. Логика, философия, такие вещи развивают вас как личность. При этом никакой обязательности вышки нету. То есть вы можете быть программистом абсолютно без вышки, вы можете быть технарем, вы можете быть техледом без вышки, и это абсолютно нормально. Я знаю многих таких людей. сказать, что вот высшее образование это то, вот, что эта штука обязательна. Нет, если вы изначально знаете, чего вы хотите, если вы изначально разбираетесь в каких-то вот вещах, вы хотите программировать, вы хотите делать игрушки, делайте, не факт, что вам вышка нужна. Она может пригодиться, если вы пораньше решили уехать за рубеж, чисто как формальный документ. Да. Но страдать и тратить пять лет на это, на мой взгляд, абсолютно не нужно. То есть кому-то работать надо, у кого-то там свои условия. То есть через пять лет непонятно чего спросить, а чего я хочу, или учиться непрофильной вышке. Это очень такая сложная штука. То есть и вот, ну на самом деле вот работодателю в чатике пишут, что там не отсеяли за четыре года, но, к сожалению, нет. Сейчас возьмите любое образование рога и копыты пять лет, там, четыре года. Крупный работодатель сейчас, точнее, не крупный, адекватный работодатель не смотрит вышку. Адекватный работодатель смотрит, что вы умеете. А потом начинаются как бы там нюансики, да, если вы хотите уезжать, ну, с вышкой проще там визы некоторые оформлять, да. Здесь вообще без разницы. Я не помню, когда в последний раз там смотрели вышку. Иногда только, ну, у него техническая вышка там из какого-то хитрого вуза, да, если ты знаешь, что это из-за вуза, из какого специальности, ты такой, да, наверное, у чувака хорошо с математикой. На эти задачи можно его пособеседовать. Вот. В целом, геймдев, вышка не является, как бы, не является обязательным. Еще раз повторю. Но это не то, что, значит, вышка не нужна совсем, да, то есть и так далее. Если у вас есть возможность получить вышку, получайте. Это клево. И, ну, чем лучше вуз, тем вас больше заставят. Идите в места, где вас запинают так, чтобы вы чего-то, чему-то обучились и достигли. Это отлично. Это хороший такой гэп в пять лет, чтобы там, ну, сколько сейчас, четыре плюс шесть, да, то есть в окей, в четыре года, чтобы лишний раз покопаться не в рабочих задачах, а в каких-то личных. Не знаю, хочется рендеры покопать. Вот сидите там и пишете. Как только вы начнете работать в какой-то коммерческой компании, вы внезапно обнаружите, что вы там в восемь часов в день плюс там какое-то время на дорогу тратите на рабочие задачи, а не на свои личные. Так. Соответственно, как выбрать, чему учиться? Это, кстати, к вопросу про программиста умения гуглить и сильно ли это плохое качество для работодателя. Я не совсем понял. А, для работодателя в смысле, что вы умеете гуглить? Нет, умение гуглить – это топ-1. Ну, то есть вы должны уметь гуглить. К сожалению, здесь очень важно, вот как выбрать, чему учиться и как вообще учиться? Вот это, как искать информацию. Вот у меня два таких вопросика, они очень связаны. Первое, как выбрать, чему учиться? Это к вопросу о том, что, допустим, даже наша геймдэф-индустрия, она полна вот различных технологий, подходов, направлений. И часто бывает такой ступор. Хочется все и сразу, а не получается. Ну, физически не получается сделать все и сразу. То есть весь мир технологий, он скакнул вперед, он растет как шарик постоянно. Не знаю, 30 лет назад можно было в одного там писать движок и игру и все-все-все, и это сделать за разумное время. Сейчас так не получится. То есть это надо быть совсем на алтарь этого положить. Все. Соответственно, выбирать, чему учиться, надо потому, что больше вас всего привлекает. Если вы каждый раз думаете, как бы вот в этой игре там сделать вот покрасивее что-то, да, или как графика работает, ну-ка, пойти график. Если вы хотите написать свою игру, где там персонажи бегают, какой-то рассказ, какие-то MMORPG, пишите геймплей. Ну, все просто. А дальше вы смотрите, что вам больше нравится. А если хотите как можно быстрее устроиться работать, посмотрите, какие вакансии на джунов бывают. Например, технический геймдизайн. Технический геймдизайн или QA-автоматизация это то, с чего очень легко залазить в этот рынок, да, даже будучи программистом, потому что, например, QA-автоматизация это, ну, программинг плюс тесты. Потому что высокий спрос. Если вы немножко в этом разберетесь, потратите время, вы будете уже таким ценным джуном, который можно использовать. Но ключевым является, на самом деле, как искать информацию, да, умение гуглить, как ни странно, это вот такой вот столб, это даже не первое место, это место номер ноль. Это то, без чего дальше идти в программисты сложно. Если вы не умеете искать информацию, если вы не умеете эту информацию сформулировать, что вы хотите найти от гугла или от полнотекстового поиска по исходникам, как вы будете дальше учиться и развиваться. Одна из таких опасностей, которые стоят перед новичками, это так называемый туториал-лог, или я уж не помню, как он точно называется. Суть какая? Если вы постоянно учитесь только по туториалам, да, вот вы открыли видео, сейчас такое количество крутой информации, с которой можно начинать, что глаза разбегаются, даже не знаешь, как выбрать. Ты просто заходишь на YouTube, набиваешь и куча бесплатной информации. А уж платные курсы, доступные там за копейки на Udemy, не знаю, за тысячу рублей сейчас можно купить то, что 10 лет назад было бы просто. Ребята, берите десятки тысяч долларов, дайте мне эту информацию. Сейчас это вот там 900 рублей на Udemy по распродаже, как обычно есть бесплатные курсы. При этом легко потеряться. И очень важно не попасть в этот лог. Вы начинаете работать по туториалам, вы сделали, о, что-то работает, о, что-то работает. Это обратная сторона обучения. В тот момент, когда вам надо выйти из этого, начинаются куча вопросов, потому что в тот момент, когда вы проходили по этому туториалу, в тот момент, когда вы проходили по вот этому обучению, вы не ставили общие вопросы перед собой. К слову, это еще одна из причин, почему нужна вышка. Вышка – интересный предмет, особенно вышка техническая. Вам дают вначале какие-то такие базовые знания, которые вы не знаете, зачем понимать. То есть, к сожалению, у наших вузов очень плохо с маркетингом. Они дают хорошую математическую, допустим, базу, но не объясняют, зачем вам это надо. И только если вы там обучились 4 года, да, и потом пошли в около техническую такую специальность, вы такие, а, так вот зачем это было надо. Оказывается, машинки вот в этой игре ездят на кучу математических алгоритмов. И посчитать, как они двигаются с разным кадром, да, чтобы они там без учета фреймрейта и по сетке, тут надо будет производную посчитать. Здесь интеграл посчитать, а здесь можно вот так вот хитро вот эту формулу переложить, и она получается в 10 раз быстрее. И как бы если у вас эти знания были, да, они как бы сложатся. Если вы их пропустили в вузе, ну, просто отучились, издали, да, тоже ничего не сложится. То есть, как бы, это все про поиск информации. А на самом деле это тоже все есть в интернете. Ну, то есть, вы начинаете писать систему, вы ее можете найти, потому что куча людей это исследовать. А дальше все зависит от того, как вы ищете информацию, как вы ее фильтруете. Опять же, если вы не умеете искать в Гугле, научитесь искать в Гугле. Большинство вопросов, которые задают в чатиках сообщества, особенно сейчас с наплывом, как бы, людей, которые только начнут с этим работать, решаются первой страницей Гугла. Просто правильным формулированием вопроса. Как только вы этому научитесь, а еще вы научитесь фильтровать информацию, потому что не все написано в интернете. Правда, внезапно, да, если где-то что-то, кто-то сказал, это не есть правда. Ну, абсолютно. Это надо взвесить, проверить и так далее. То есть, а иначе мифы рождаются. Просто есть там, вот я как на Анриле пишу, да, там и на Плюсар, там такие свои мифы сообщества, которые просто обрастают своими такими одеждами капустными, кто что, когда сказал и так далее, что, ой, страшно бывает иногда. К действительности никого отношения не имеет. Вот. Соответственно, а для того, чтобы такие вещи контролировать, я очень рекомендую, если вы начинаете быть там программистом или что-то, участвуйте в сообществах. Внезапно общайтесь с другими людьми. Большинство знаний, которые я знаю на текущий момент, я получил не от того, что я даже что-то копал сам или обучался, я получил их от общения с другими людьми, от общения с коллегами. То есть, если коллега знает лучший язык, чем я или другой, я с радостью его послушаю, пообсуждаю где-то, поспорю, да, то есть с чем-то. Потому что вот эта вот информация, которая пропущена уже через нашу нейросеточку биологическую, ты выжимку получаешь за очень как бы, ну, такое бесплатно, да, потому что любая информация, любая там книжка, она имеет огромный объем, нельзя вместить все. И если ты можешь пообщаться с человеком, который более опытный, тебя в каких-то вещей, пообщайся. Какое счастье, что есть сейчас вот интернет в том виде, в котором есть. В Твиттере ты можешь написать там, не знаю, кормаку, и он может тебе ответить. Такого не было никогда раньше, да, то есть огромное число людей присутствует в чате. Не все, но есть. Все, кто там, и топовые программисты, и менеджеры, и геймдизайнеры, и кто угодно. Берите, пишите, общайтесь, не бойтесь спрашивать. Это абсолютно клевая штука, то есть вас направят. Главное, будьте адекватны, то есть как только вы попытаетесь там сесть и свесить ножки, все, ну, мир штука такая. То есть поэтому ищите, будьте адекватными, участвуйте в сообществах, и это даст очень большой буст и рост. При этом не надо ожидать, что кто-то возьмет и вас всему научит. Ни вуз вас не научит, ни школа вас не научит, никакие курсы вас не научат, если вы не будете учиться сами, если вы не будете искать информацию сами, и общаться с коллегами, задавать вопросы там преподавателю, наставнику, не знаю, там любому более опытному чуваку, который забежал в чатики и готов поделиться знаниями. Научитесь задавать вопросы, это даст прям очень большой буст вам. Еще одна небольшая тема, это куда идти. Вот вы захотели работать, опять же, у нас лекция обзорная, да, про старт все-таки профессии программиста. Есть так называемые галеры, да, энтрепрайзные, там есть маленькие компании какие-то, не знаю, там подвальчик, какое-то помещение, столы, там, да, все эти вещи, есть корпорации, у которых там свои какие-то башни и тысячи людей работают. Куда идти работать? Разным людям подходят разные. На самом старте, если мы говорим про геймдев, лучше всего идти работать женом туда, где есть какой-то проект в оперировании. То есть опасно идти в стартапы изначально, опасно идти вот в маленькие компании, которые занимаются, ну, сидят на каких-то... Опять же, опасно это, на мой взгляд, то есть это, надо понять, это мое частное мнение, который занимается каким-то аутсорсом. Лучше всего, неважно, там, за минимум денег или что-то, идти туда, где вы сможете учиться. Учиться тому, как сделать проект качественный и который живет в оперировании, который приносит деньги. Если вы попадаете в такую ситуацию, да, это чаще всего интерпрайз все-таки, ну, в смысле, не интерпрайз, а большие компании, корпорации, это отлично. Но если вы идете даже в маленькую локальную компанию, которая вот сделала проект, который сейчас запаблишен и который как-то развивается, вам, как начинающему, это будет куда больший буст, чем компания, которая только организовалась и делает какой-то проект. Чисто потому, что люди, которые его уже выпустили, они уже прошли, они могут делиться знанием, и вы это знание можете получать. Даже если это маленькая компания, не надо бояться, надо просто идти, хотя бы полгодика поработать, что-то понять, и можно идти дальше, если вас не устраивает. Поэтому абсолютно не надо вот совсем грузиться. То есть важно не попасть в Шарашкину контору. Отсекать это, ну, к сожалению, в маленьких компаниях придется. Но опять же, ничего страшного, если вы придете и поймете, что это не ваше, уйти и нету. Часто есть такие страшилки среди HR-ов, вот вы прыгаете по компаниям, это плохо, да, то есть другие страшилки, вот вы засидели с компанией, это плохо. На рынке HR-ов просто сейчас какой-то наплыв инфо-цыган, я все понимаю, то есть и какое-то бурление на эту тему там разогнаны. Смысл какой? Если вы адекватный специалист, если вы адекватный человек, да, то есть если понятны ваши ценности, никакой разницы нет, вы прыгали по вакансиям или нет. Это может потому, что, например, вы попрыгали по вакансиям, да, там, не знаю, четыре вакансии за один год. Когда это будут смотреть резюме, это вызовет какие-то вопросы. Эти вопросы зададут. А почему? Если... И здесь будет вопрос как бы личной мотивации, почему так случилось. Не надо этого бояться, если это адекватно, если вы пришли в какую-то компанию, это реально какая-то галера, где вас держат в рабстве, вы занимаетесь странным и так далее. Да нет, уходите и все. Ну, то есть абсолютно нормально. Особенно на старте вы пришли, посмотрели, попробовали, нет. Но в идеале, если это не совсем страшное место, хотя бы полгода-год поработать. То есть если вы меньше года работали на каком-то месте, это всегда у HR возникнет такой вопрос. Да и не только у HR, у людей тоже на подноготной. Дальше будет обсуждение. Но если вы год поработали вместе, вы хотя бы поняли, как в этом месте работать, среднее адекватное место, дальше меняете. Так происходит рост. Можно ли в 30 лет начать изучать программирование с нуля или добиться успеха или слишком поздно? Можно. Я знаю примеры, абсолютно можно. Главное, чтобы у вас это горело. То есть если вы горите этим заниматься, если вам хочется этим заниматься, why not? Вот. Ну то есть я знаю как минимум одного человека даже, который сейчас смотрит этот стрим, который впилился в это после 30 и очень хорошо прокачался. То есть поэтому дерзайте. Возраст это абсолютно не помеха. Главное, конечно, помнить, что чем вы старше, тем сложнее учиться. Но это абсолютно не мешает. То есть тут такого нет. По числу вакансий я немножко чуть побольше скажу. По критическим ошибкам. Сейчас будет. Сейчас я закончу. У меня остался еще один последний слайд. И я отвечаю прям отдельно на вопросы. Еще вот один такой вопрос, который тоже часто задается. Он часто встает, особенно в айтишной среде. Многие в айтишную среду заходят именно с целью, как айтишники нужны везде. Надо там уезжать, надо там завести трактор, отправляться за рубеж. Я никогда не придерживался таких позиций. Но как бы каждому свое. Нормальному программисту, нормальному я уже, так скажу, не топом, да, то есть платят в России хорошо. Условно, к сожалению, в регионах платят меньше. Сейчас есть удаленка. Если брать там Москву и миллионники, программист получает нормально по уровню жизни. Это сопоставимо с тем, что будет, если вы уедете. Если вы внезапно топовый программист, да, и вы уехали, и там, не знаю, получили опционы, то, ну, блин, наверное, там в США можно больше заработать с опционами, с механизмами опционов. Но это топы. Это уже задачи там немножко других. В среднем по, опять же, в среднем по такому рынку, во-первых, добро пожаловать в 21 век, в век, сейчас вот удаленки, в век доступных технологий. Вы можете сидеть у себя в глубинке, где угодно, да, я сам вот из маленького города Курган относительно, и занимался, в первую очередь, работой по удаленке все время, да, у вас есть интернет, вы можете работать на весь земной шарик и получать деньги, которые не зависят от того, где вы сидите. Главное, чтобы был интернет. Соответственно, остальной критерий – ваши знания. Да, на Западе есть определенные там свои штуки, но однозначно вот такого ответа там «работать здесь или уезжать?» нет. Если вы грамотный чувак, вы и здесь заработаете неплохо. Уж поверьте. Вот, поэтому рассматривать айтишку чисто как такой трамплин уехать, конкуренции там тоже хватает. Таких, кто хочет стать программистом и уехать, потому что программистом, понимаете ли, где-то там медом намазано, к сожалению, это очень сильная гларификация. И, как это, знаете, про вот эту силиконовую долину, да, очень много рассказывают прекрасного, но почему-то все плохое, все сложности так и опускаются. Даже вот в ролике Дудя недавнем, который очень большой, очень много положительных моментов, очень много отрицательных моментов. Нету там рая, вот этого таинственного и так далее. Везде свои сложности, везде свои проблемы и так далее. Типящий день разработчика выглядит именно так. Могут быть кранчи, могут быть что угодно, кофе течет по моим венам. Потому что, на самом деле, если ты горишь этим делом, для тебя работа становится своеобразным тоже наркотиком. То есть, если работа для вас, программистам, это именно работа, это тоже нормально, это хорошо. Но в геймдеве, если вам это нравится, это круто. Вы просто берете и делаете, вы изучаете разные штуки. Не потому, что это надо, не потому, что дядя сказал, не потому, что это там для денег надо, а потому, что вы просто сидите и вы там копаетесь. А тогда, да, возможно, вы ложитесь в пять ночи, потому что зачитали что-то про вулкан. А в восемь утра надо встать, потому что немножко подготовиться вот к сегодняшнему стриму. Поэтому, вот если сводить всю мою презентацию вот в одно, она, самый важный пункт будет. Вам надо выбрать то, что вас драйвит, то, что вам нравится. Потому что все остальное, это такие как бы, ну, шажочки, да. Вот надо не допустить какие-то ошибки. Там, ну, условно, не закапываться в какие-то детали на обучение, да. То есть вовремя научиться останавливаться. Я прийду, вот был вопрос в чатике про критические ошибки людей, которые стремились стать профессионалами в геймдейве и чего нужно избегать. Дело в чем, я подобный доклад читал над играми осенним и видео пока еще не вышло. Вот видео выйдет, я надеюсь, в ближайшее время и можно будет просто посмотреть. Это тема отдельного доклада, чего избегать. То есть избегать надо застоя, да. То есть если вы работаете, не знаю, там два года на одном месте, но за это время ничего не обучились новому, это звоночек, даже за год это уже звоночек будет. Если вам не нравится работать с тем, чем вы работаете, а душа лежит к чему-то другому, это тоже звоночек. Меняйте это. То есть делать то, что не нравится, имеет смысл временно. Если вы будете делать то, что нравится, неважно, что вы делаете, вы будете достигать в этом успеха. И это можно хорошо продать. За это можно получать хорошие деньги, за это можно получать там и зарплату, и делать какие-то игры и так далее. В этом, кстати, вся суть геймдева. Вот во всем направлении можно найти свою нишку, где это было бы и выгодно, и интересно. К сожалению, в интерпрайзе такого куда меньше. Так, на этом я немножко поотвечаю на вопросы, что у нас есть еще 15 минут. Всем спасибо за прослушивание этого кейса. Вот, то есть это была такая обзорная презентация. Сейчас я презентацию беру и поотвечаю отдельно на вопросы. Если они есть, я буду рад здесь поотвечать в реальном времени. Так, да, привет, ЕКБ. У меня там и родственники, и братец мой живет. Для меня он остается в Свердловском. Так, 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 так. Тринадцатый рай программистов в Австралии, ну не знаю. Я в Австралии как-то generally scared, опасаюсь быть в Австралии, хотя когда-то надо доехать. Насчет удаленки, дольше, чем положено, ход времени теряется. Ну, тут на самом деле у кого как. То есть переход на удаленку в этом году у всех был слегка травмирующим, несмотря на то, что я на удаленке работал большую часть своей жизни, потом я стал работать в офисе, работал пять лет, и потом случился этот ковид. И сейчас, вот я не знаю, первую половину выступления вы могли слышать там детские вопли и так далее. Это накладывает ограничения. К сожалению, иногда работаешь больше, иногда работаешь меньше. Чисто сложности. Это, к слову, еще о стереотипах, да, программисты часто бывают такие стереотипы, особенно в школьниках, да, что они такие в свитерах, какие-то непонятные там, такие персонажи, парни какие-то там чем-то своим занимаются, со смешными усиками, сам такой был, да. То есть, ну, это стереотип. Большинство, как бы, атишников являются достаточно адекватными людьми, ничем не отличающимися от остальных, с такими же интересами, с таким же всем. Ну, просто кто-то более упырь в плане общения. Я тоже интроверт, людей не люблю, зато очень люблю современные технологии. Так, Vulcans UE4 дает большую производительность. Нет, к сожалению, интеграция Vulcana на Unreal сделана, очень криво. Вулкан на Unreal сделан для галочки. Только для того, чтобы работал Linux. Никакой выгоды он, к сожалению, не даст. Поэтому я бы не рекомендовал его использовать на Unreal нигде. А вот если вы на Vulcana будете писать свой движок, вот там можно достичь прям высот. На это дело у Samsung очень крутые презентации. Этот Vainglory. Допустим, вот игрушка Vainglory на мобилках, а-ля Dota подобная, в смысле MOBA, написана с использованием Vulcana. И то, как они это делают, очень красиво просто. Красиво. Так, с репетитором быстрее. Так, взаимодействие геймдизайнера и программиста. У кого какая роль в взаимодействии, что программист отжидает геймдизайнера, и какие требования по ТЗ? Об этом очень хорошо, кстати, рассказывал мой коллега вчера, Евгений Судак. Геймдизайнер должен отдать программисту так называемую спецификацию, дисдок, то есть техническую документацию, ой, не техническую документацию, которая опишет, что надо сделать. Это будет не техническое задание в плане там Талмудов каких-то, это будет функциональное задание. Чем более профессиональный геймдизайнер писал, тем более понятным оно будет. Вот такой документ уходит в задачу от хорошего геймдизайнера, потом программиста нет вопросов, что делать, это делается и реализуется. К сожалению, или к счастью, я уж не знаю, всегда приходится общаться дополнительно, взаимодействие очень простое. Вы идете и общаетесь. Как это, есть такая штука, как рот или текст, и просто задаете вопрос, что непонятно. Сильно зависит у разных команд, как это делать. Геймдорфящая штука такая, стандартов общих нету, только они потихоньку начинают проявляться. В зависимости от размера студии, в зависимости от принятых подходов, все может быть по-разному. Я знаю команды, где геймдизайнеры и программисты никогда напрямую не общаются. Для меня это выглядит странно, но вот у нас это постоянно. Так, вакансии Пушкин Студия. У нас сейчас нет вакансий, может, будем скоро расширяться, если будем, но будут вакансии. То есть, отбор джунов всегда происходит. Я и еще два моих коллеги, мы такие втроем таким гидрой ловим джуна и начинаем откусывать его по кусочку. Самый сложный вопрос на собеседове джунов, юнити-разрабов. Не знаю, я с Юнити работал достаточно мало, никогда не нанимал юнити-разрабов. Это надо смотреть отдельно. Я по Unreal Engine. То есть, несмотря на то, что игры на Юнити у меня выпущены больше, чем на Unreal, по количеству, я все-таки Unreal. можно ли врать на собеседование о любимых играх? Наверное, можно, но зачем? Но, как бы, эти игры рассказывайте, как есть. Это гораздо больше о вас расскажет. И не забывайте, собеседование, это же вопросы в две стороны. Не только работодатель собеседует вас, вы собеседуете работодателя. Об этом часто забывают, кстати, джуны, потому что нет опыта вот этого. Но, вы приходите пообщаться с работодателем, не только что, а, возьмите меня, я хочу что-то. Нет, вы также смотрите, насколько они адекватны и какие вопросы они вам задают. По тем вопросам, которые они вам задают, вы, кстати, можете, даже если они вас не приняли, понять, что они хотят, и этому обучиться, и прийти дальше. Но врать о любимых игр зачем? Даже если ваши любимые игры сильно отличаются от того, что делают в компании, да какая разница? Это говорит о том, что вы играете, это говорит о том, что вам не безразличен геймдевр. Даже если это какие-то, ну, странные, может, игры, я не знаю, зачем. Godot Engine в крупных компаниях, я не знаю, что бы применяли. Godot Engine развивается, Godot отличный для старта, особенно для 2D-шних игрушек. К сожалению, проблем там хватает. На текущий момент у него очень старая архитектура. Забыл, как там чувака главного сдают после того, как эпики выделили грант. Он, конечно, пошел переписывать и стал добавлять какие-то вещи. Надо понимать, что Godot это старый движок, это не новый движок. И у него есть проблема там на мобилах, у него есть проблема с топовой трехмерной графикой, но если делать что-то простенькое, если обучаться, Godot подходит, почему нет, а дальше увидим. Для коммерческих компаний я пока не вижу, чтобы это было интересно. Source Engine прыгайте куда угодно. Unity, Unreal, Why Not. Это два топа, которые сейчас вот, ну, делят между собой рыночек немножко по-разному, да, то есть Unity в одну, в один уклон, Unreal в другой уклон, просто берите, все это коммерческие движки. Должен ли разработчик много играть? Желательно, чтобы разработчик играл в игры. Желательно всегда, потому что, опять же, о чем мы говорили, это погружение. Если человек играет сам в игры, он хочет их как-то делать. Если разработчик не играет в игры, никак не переживает об этом, то ему, в принципе, без разницы, что делать. Ну, то есть, он может в любой момент уйти в Enterprise, или как-то, то есть, желательно играть, но это пожелание. То есть, такого, что должен, для программиста на самом деле нет. Если вот как раз, а вот для сеньор-программиста, да, если для тех лида обязательно играть, то есть, условно, June и Middle, хотя я не знаю, как можно идти в геймдев и не играть, если ты June, ну, честно. Почему? Большинство задач, которые у тебя встают, они можно провести параллели с другими игрушками, из разряда, смотрите, вот в этой игре так, давайте сделаем так же. И как это сделано, да, то есть, и попытаться повторить что-то, это драйвово, это клево. То есть, скорее всего, вот мидлу уже можно не играть. Сеньор обязан играть, он должен смотреть, как другие, даже не играть ради интереса, иногда играть, чтобы разобрать, как. Ну, не знаю, выходит топовая игрушка, первое, что я делаю, ее качаю, рендер-док, посмотреть, что там, что там, в киберпанке, да, ну, стоит ли погружаться в ECS-фрейморки, и для Unity, к сожалению, не знаю. Скорее стоит, чем нет, надо понимать, что ECS один из двух вариантов. То есть, условно, есть модель ECS, есть не ECS. Это разные кейсы, знать, что такое ECS стоит. Считать, что ECS серебряная пуля спасет всех от всего, нет, такого точно нет. ECS один из подходов, который не является универсальным, не натягивается на все, но знать его, почему бы и нет, хорошая идея. Главное, не забывайте про остальные подходы. Спецификации документации и разработки игры, примеров, я, к сожалению, не могу сказать. Вот на прошлом стриме, опять же, Женя Судак кидал какие-то документы, я слушал, но не смотрел. Возможно, стоит посмотреть запись стрима, где-то там в середине были, в чатике ссылка. И я думаю, там достойные доки по документациям. Прямо такие технические, документацию, примеров не приведу, к сожалению. Возможно, хороший поинт для статьи какой-нибудь. Почему нет, надо подумать. Так, несколько хардовых программистов создают определенную платформу, которая позволяет нанять джунов и сажать их четко надписанной линейной задачи на поток без возможности шаг влево, шаг вправо. Я такого не знаю. Ну, то есть, как ты хочешь сделать это хорошо, сделай это сам. Проблема с джунами какая? Джун – это инвестиция в будущее. Описание задачи для джуна так, чтобы он сделал без возможности шаг влево и шаг вправо, занимает больше времени, чем сесть и сделать самому. Поэтому джун – это работа в минус в целом для компании, да, то есть, условно, надо понимать. джун учится, нанимает джуна, чтобы он стал медлом и в этой компании задержался, и его стоимость в итоге, как бы, ну, вот это добавленное, которое он приносит, когда он стал медлом, окупило то, когда он был джуном. Потому что сейчас нужно, как бы, развиваться больше людей. Допустим, мы знаем, что нам через полгода нам потребуется еще 10 программистов. Не просто так нанять 10 программистов по мгновению палочки, особенно, которые сработались, а тут ты срабатываешься. Это инвестиция. Поэтому сделать так, чтобы джуны решали линейные задачи в геймдеве, но не знаю, может, когда-то это будет, но я предположу, скорее она заменит искусственный интеллект, чем такое случится. Так, если хочешь геймдев, но в компьютер, ой, чатик-то прокручивать надо, но в компьютерные игры не играешь, в мобилки играешь только в транспорте. Это сильная проблема будет? Да нет, почему? Мобилки отлично. Если вы играете в мобилки, идите делать мобилки. В мобилках круто. Я делаю мобилки последние шесть. Нет. Последние десять лет. И мобилки это круто. И почему бы и нет? Вы играете, вы хотите в геймдев, это уже достаточно, чтобы идти. Идея новых технологий. Автоматизация, формализация сюжетов, персонажей, процедурная генерация машинного обучения. Да, многие пробуют. Машинное обучение пробуют вносить даже в мобильные игры сейчас, чтобы там юниты как-то шли. Новые технологии это одна из тех вещей, за которые я тоже люблю геймдев. Не Enterprise, а геймдев, потому что только у нас можно взять и попробовать что-то совсем новенькое. Принести машинное обучение, опять же, привести какое-то совсем на топе. Взять Unreal Engine, который сейчас там пятый скоро будет, и попытаться на нем сделать какой-то прототип, продать его и там пойти дальше. Или сам по себе Unreal Engine четвертый, который тоже играет на топе технологий. Посмотрите там MetaHuman, который недавно опубликовали. Да, это здорово. Это такие вещи предположить в Enterprise, что он только вышел и без всяких проверок другими компаниями пошло применяться у нас. это фантастика какая-то. Поэтому в крупных компаниях к этому точно так же относится. Ну, вот мы делаем игры на Unreal, одни из первых компаний в стране. И, наверное, одна из первых компаний в принципе в СНГ, которые делают мобильные игры на Unreal. Более того, о том, когда еще никто даже об этом подумать не мог. О дефолте, к сожалению, ничего не скажу. О нем мало смотрел. Дефолт, по-моему, для обучения хорошо подходит. Но не мое тело. Гадот устарел в плане архитектуры. Как раз таки у него архитектура заточена на старой SDK-ке. То есть OpenGL ES условный там два. Третий OpenGL ES, если про мобилки говорить, старая архитектура аля DirectX 9. То есть минимальная параллелизация. Если вы посмотрите апдейт Гадота 4.0, который недавно вышел, то то, что делает этот чувак, это максимально пытается распараллелить задачи. То есть сейчас начинается век распараллеливания этих всех вещей. Как начинается? На GPU это давно уже было. Весь Doom, если вы посмотрите, как новые Doom рендерятся. Да, мне, кстати, напоминают, что время заканчивается, поэтому у нас еще 5 минут, я постараюсь быстро ответить. Соответственно, если вы посмотрите, как сделан новый Doom, там все максимально параллельно. Именно за счет этого достигаются такие вот показатели качества и кадров в секунду. При этом Godot сделан вот точно так же дубово, как на самом деле сделан Unreal, как сделан Unity, потому что они тоже старые движки. У нас есть вот один поток, который считает логику, второй считает кадр, и это одно за одним, одно за одним, одно за одним. Вот. Поэтому, как бы, а исправить такие штуки очень сложно, то есть переписать архитектуру, это прям, ну, задача проще заново написать. Так, C++ разработчик, движок LPL, как попасть в хорошую гимдев-компанию? Разрабатывать мне матч-3 игры на мобилках. Для начала надо понять, что такое хорошая гимдев-компания, матч-3 игры на мобилках, которые зарабатывают. Это отлично, это офигенно. Идите делать VR, идите делать мобилки там, где есть сейчас спрос. Даже если вам это не нравится, я не знаю, по каким причинам, ну, как бы делать крутые проекты, которые зарабатывают, на мой взгляд, это отлично в любом случае. Получите опыт геймдева, посмотрите, что такое геймдев изнутри. Ну, мобилки платят, VR платят, почему нет? Устроитесь программистом туда, поработайте год. И дальше можете менять. У нас рынок такой, к сожалению, очень мало, там, проектов, которые доступные делают в России, и СНГ. Паттерны программирования могут пригодиться? Да, обязательно. Паттерны программирования – основа. Не сколько знания языка, сколько паттерны программирования. Есть очень крутой сайт про паттерны программирования с Енотом. Красный сайт, там, какой-то Енот. Я сейчас сходу ссылки не приведу. Если вы можете пингануть, не знаю, там, меня в анриловских чатиках, если интересно, либо написать по моим контактам выше, я потом скину ссылку, и все. Паттерны – это основа вообще всей разработки геймдева. Причем не формальное исследование им, а практическое применение как-то используется. То есть паттерн – это некий такой шаблон, что ли. Как делать? Принято. Какие от этого плюсы, какие минусы? Так, генерация уровней. Так, Шумперлина, БСП, дефолтные подходы к генерации. Не знаю, дефолтные подходы к генерации, там их достаточно много, это требует отдельного и все-таки лекции. По процедурной генерации достаточно много материалов в интернете. То есть не знаю, что добавить. Так, документация для геймдев-проекта. Confluence, Notion. Отлично, любой вики-движок. Confluence – стандарт, наверное, индустрии. То есть либо Confluence, либо Notion, который недавно появился. Так. По поводу того, что мидл в одном жанре будет джином в другом, это не касается программистов. Программистам это, в принципе, без разницы. Нет такого, что если ты здесь мидл, ты здесь стал джином. Нет, ты уже мидл, ты уже решаешь задачи, у тебя просто не хватает какого-то опыта, который, ну, блин, для этих целей обычно есть испытательный срок. Ты мидл, ты умеешь делать игры, допустим, для ПК, ты хочешь перейти в мобилки. Для тебя просто надо будет изучить какие-то новые вещи, но ты уже научился решать задачи, у тебя уже есть база, на которой ты это строишь. Ты на нее просто новые кирпичики наложил и пошел фигачить дальше. А вот это вот, типа, один жанр джин в другом, это, скорее всего, про геймдизайнер. Наверное, я могу так сказать, да, потому что если ты там всю жизнь делал там, условно, матч-3, а теперь ты решил хардкорный шутер, то, как бы, все твои навыки для матч-3, они нерелевантны для хардкорных шутеров, а для технорей такого нет. Все твои навыки, почти все, они релевантны. Конкретные знания могут быть нерелевантны, а навыки релевантны. По поводу студиям выгодно брать джуна, чтобы подстроить под себя. Нет, найм с джуна это вынужденная мера, потому что ты инвестируешь в джуна сильно больше, чем от него получаешь все время инвестирования. К сожалению, очень распространена практика, ты нанял 10 джунов, 7 из них от тебя ушли, как только чему-то научились. Поэтому твоя задача так обучить людей, чтобы вот эти трое окупили потом всех десятерых. Это как бы инвестиция денег, инвестиция времени и всего. То есть опытных специалистов не надо переучить для себя. Ты нанимаешь специалиста либо для того, чтобы он тебе рассказал, как делать, либо для того, чтобы ты ему сказал, как делать. Разное. Синьор, мидл, все, ты нанимаешь мидла, не надо его переучивать. Либо не нанимай. От отрасли постановка и отслеживание задач, версионирование, автоматистическое тестирование, все вещи, стандарты, в принципе, те же самые GTS, VN, Perforce, те же самые SEI, просто в геймдеве более жирные объемы кода, объемы бинарей и так далее. Ничем не отличается Enterprise. У нас точно так же есть там Bamboo, Servac и TeamCity, которые делают кучу автотестов и прочее. На эту тему у меня тоже есть отдельные лекции. Это прям как бы нормально. Так. Время идет, время идет. Осталось пара минут. Я дочитываю последние вопросы. И будет следующий лектор. Так. Портирую обучающую игру на Unity в рамках диплома показывать в качестве опыта своего проекта или нет. Не знаю, что входит в понятие портирования. Если там есть какой-то ваш уникальный код, если есть там ваша уникальная работа, если это не работа по туториалу, да, конечно. Надо просто сказать, смотрите, вот такой-то проект, вот его основа, вот то, что я сделал, а вот, что я сделал, чтобы этот проект случился. Обязательно. Вот такая маленькая сопроводиловка. Это расскажет, что вы сделали. Потому что повторить по тутору, ну, это не котируется. А вот самому придумать что-то, да, как портировать или собрать из кусков там нескольких туториалов даже, просто из получить. Это уже что-то. Так. Ну да, все правильно говорят там, чего только нет. И фабрикаторы, и гитхаб, и гугл документы, да, все по индустрии одинаковое. То есть, такое. Как сейчас нет проблем с многопоточностью и параллельностью? И дотек. Все. У всех остальных есть. Причем это такое, как бы, все коммерческие движки имеют проблемы с многопоточностью. Бэкэнд-разработчик геймдеви. Бэкэнд-разработчик геймдеви обладает точно такими же навыками, как бэкэнд-разработчик в интерпрайзе. Абсолютно. Только чем больше он понимает специфику геймдева, тем, скажем так, больше косяков клиентских он может откинуть. Ну, то есть, если вы видите, если вы давно делаете игры, вы можете предполагать, что у вас будет на бэкэнде. Как система, как они взаимосвяжутся лучше, потому что в начале разработки и в конце разработки требования всегда разные. И, скорее всего, появятся дополнительные связи на бэкэнде, синхронизация. Но по большому счету все-таки как бы бэкэнд-разработчик это один из самых простых вещей переключения сферы. Просто придется узнать, что интерпрайз-разработка в бэкэнде выстроена куда более формально. У нас часто... О! И ссылочки на рефактор Гуру. Вот это тот сайт с инотом, про который я говорил. Вот, бэкэнд-разработка в целом не отличается. Нюансы есть, они минимальны. Так, 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 где эти лекции посмотреть? Эти лекции можно зайти ко мне, если это мои лекции, ко мне можно на сайт ofna.dev зайти или alamkin.com и у меня есть раздел public talks, где ссылочки на все видео, которые есть. Там можно посмотреть. Ну и, соответственно, на тех же конференциях там посмотрите DevGam. На DevGam огромное количество полезнейших лекций. И это крутой образовательный портал. Так, на этом время наше подошло к концу. Я очень был рад со всеми пообщаться, очень живой получился диалог. Поэтому всем спасибо. Надеюсь, эта мини-лекция была полезна. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok